Всем привет, с вами я Павел Первый. У нас очередной обзор в рамках конкурса по макмейкингу Warcraft. Сегодняшней критике подвергнется самая крупная работа под названием Shadow King. Это мод для Warcraft. Большой еще такой мод. Хотя, как сказать, не такой он и большой. И вообще не стоило из него делать мод. Лучше бы стоило сделать компанию. Честно говоря, моды ждало большего. Но оказалось на самом деле, что это далеко не конфетка. Это далеко даже не половина конфетки. Даже не четверть, наверное. Вот. В общем, мод, то есть компания, рассказывает нам, так сказать, выдуманный очередной сюжет после событий Фроузен Дрона, как любят магии делать. Прошло четыре года. Короля лечат пидорасили конкретно. И он оставил себе наследничка Скорпиуса. И сказал, что, блядь, вернулся к Kill to Z, и распуячилась оставшаяся часть всех, кого там... Всех, кто там вообще есть. Кто вообще живет еще своей жизнью. Ну, естественно, Скорпиус отправился. И тут неожиданно его настигают людишки и... Садят в тюрьму. После у него конкретно бомбит. И он выбирается из этой тюрьмы. И встречается с отрекшимися. И там уже начинаются приключения. Он предает отрекшихся, как планировал. Избавляется от Ариматеса. Свою армию Сильваны присваивает себе. Сильвана остается почти что ни с чем. И остается тут побежать. Хорошо ее Скорпиус провел, но Сильвана как-то глупо повелась на самого Скорпиуса. Вот. Я думаю, что все-таки нормальная Сильвана была бы у Луны. И просто бы пристрелила его сразу. Но нет, конечно же. Надо поверить, почему бы нет. После с Kill to Z, как его они нашли, как нашел его Скорпиус, они идут хуячить Хазмада. Но во время того, когда они его хуячат, приезжают из ниоткуда. Мистители, это Кровавые Эльфы. И хуячат лагеря Скорпиуса. Момент, они оказываются уже Скорпиус, Kill to Z и вся их армия. Момент, они оказываются в Kill to Z. И последней клаве мы хуячим Келли. После чего этот наглый Кель наглосъёбывает. Её бывает. Даже... Драться с нами не захотел. Скорпиус его застел. Но тот, конечно же, съебался. Хотя по рульку непонятно, в принципе, как это он сделал. Потому что событие триггера сработало несколько раз. За что огромный минус. Вообще багов в этом моде очень-очень много. Техническая часть вообще ужасна. У него... На стандартных заклинаний каких-либо нет. Скорпиус, в принципе... Ну, в принципе, для послания для короля нормально. Сделан нормальный, в принципе, скелет. Хотя... Призыв тупо скелета, как-то тупо. Призыв. Черепок, который... Тпшит ванну с карты, если применить его на бочку или ящик. И... Ничего особого. Выделяющегося весь один только стандарт. Это печально, конечно. Делось бы какого-нибудь нестандартного... Там... Новый Войск. Ну, а новые войска... Это только скопированные сними травов. Та же ведьма. Это призрак, только с измененными скилами. Вместо... Проклятия и... Моя... Который... Сколько я так назывался. Который переселяет этого призрака в другую... Так... У него... Блик смерти и сон. Что касается троллей, так это вообще... Именно тупо-тупо взяты нейтралы. Добавлено пара стандартных юнитов, измененных внешне. И... Не обязательно внешне, некоторые параметры изменены. А в целом... Печально, что ничего в них как-то особого нету. Вот так вот как-то. В общем, раз тролли... Это... Тональное копирование. Это тоже... Печаливая, она не полная, она не готовая какая-то... Какая-то такая вот... Что ещё можно сказать по поводу... По поводу... Вообще... Самого мода, кампании. В моде присутствуют две дополнительные карты. Ну, в принципе... В эти карты может сыграть и без мода. Это какая-то RPG-шка. И продолжение Охотников, Охотники 2. Но я не буду их включать в конкурс. По крайней мере, сейчас. Мало ли, приспечен, вдруг. Но не буду пока их и включать. В целом, мод где-то у нас средний чур. Это, как я сказал, не конфетка, не половина конфетки. И даже не четверть конфетки. Над ним ещё надо работать, работать. Ещё он очень сырой. Хочется такого-нибудь зрелища, спецэффектов. И действительно кастома, кастома. Больше кастома. Вот. И менее бредового, бредового сюжета. Перейдём к критериям. Оценки будут низкие. Скорее всего. В общем, давайте смотреть. Идея. Идея, как... Создать очередное продолжение. Довольно, надо сказать, уникальное. Потому что в большинстве свеча там идёт сразу после Короля Леча. Здесь вот какая-то там битва была. Его убили. С ним что-то сделали. И непонятно, что сделали. И его как-то убили непонятно как. Четыре года дубасили. И убили. Вот. Ну, идеи можно поставить. Семь. Я сейчас это... Техническая часть, как я сказал, ужасно. Ужасно. Много, много очень багов. Именно в плане роликов, самое главное. В плане простейших роликов. И... Того же... Момента, когда, допустим, мы выполнили задание, должен идти ролик. Он идёт по несколько раз. Это особенно заметно в последнем главах. Очень заметно. Там, когда надо уничтожать здание. Ты уничтожаешь здание. И идёт ролик, следом ещё уничтожат здание. И этот ролик повторяется как бы. Ну... Это... Я даже не знаю, как объяснить. И поэтому техническая часть всего получает 2 из 10. Сюжет. Сюжет, как я сказал, бредовый. Сильвана ни за что бы не поверила Скорпиусу. Вариматас уже что-то подозревал даже изначально. И... Ничего они не пытались сделать. Ну, ок, ок, Сильвана. Раз говорит, что ладно. Ну, всё равно... Я считаю, что Сильвана просто так бы не поверила этому. Потом приходит Кельс ниоткуда вообще с какой-то мелкой армией и думает раскрошить огромную армию Скорпиуса. Это тоже бред. Ну... Кельс-то умный хотя бы. И где Вайши? Куда она пропала? Она что-то сдохла, что ли? Или что там? Это тоже было под вопросом, возможно, это будет будущая компания. Всё же, несмотря на это, на сюжеты интересно смотреть и хочется знать, что дальше. 5 из 10. Мандшафт однозначно сделан добротно. Мне нравится без всяких там... Придирок здесь 10 из 10. Подбор графики. Подбор графики в целом... Тоже примерно нормально осуществлен. Хотя мне не нравятся те же работники, никеры, закрашенные в зелёный цвет. Типа вот у нас чёрные рабочие, только это тролли зелёные, лесные тролли. Извините, мы не могли переписать путь текстурки. Ужас. Ну и некоторые замечания, мне кажется, всё-таки лучше смотрелось бы стандартные пехотинцы, а не пехотинцы импорта. Они как-то не смотрятся, как-то не выделяются, допустим. В некоторой модельке вешается та же кучка золота почему-то вешается. Это тоже опечалилось слегка, поэтому... Подбор графики всего 7 из 10. Исполнение. В последнее время Аломерд сам один это делал. И это в целом всё, что было, довольно простительно. Хотя я думаю, до этого всё это тоже было. Команда вообще не хочет работать, вот такие вот лентяи они. Это... это плохо. Но подарим Аломерду за исполнение девятку. Вспомогательная информация. Её мало. Особенно в скиллах тех же. Непонятно, сколько дамага наносит череп. Непонятно, какой скелет призывается. Допустим, нет какой-то подробной информации в задании. Когда мы там нажимаем, там идёт только описание задания. Там нету пунктов. Там уничтожить лагерь, уничтожить. Что-то там бывает, по-моему. Есть места здесь, есть места, где нет. Это тоже, тоже как-то... Не очень. Поэтому вспомогательная информация получает всего 6 из 10. Сингл-плеерности. Ну да, однозначно сингл, однозначно подходит. Это компания, мод. И 10 из 10. Геймплей. Геймплей... Как сказать? Сначала идёт хардкор. И дальше уже по ступенечкам вниз спускаемся до полного хардкора для компа. То есть коп вообще не может перед нами устоять. Он настолько тупо, он настолько слаб, что даже в последней голове, отрёкшись, когда пришли сзади, они сразу же убежали от меня. Видят, что нихрена они не могут затащить. В целом, конечно же, в каких-то местах хардкора печаливать, в каких-то наоборот слишком легко, но нету какого-то баланса. И это тоже плохо. Поэтому геймплей всего на шестёрку. Грамотность. Грамотность. Присутствуют некоторые ошибки в некоторых выражениях. В основном всё нормально. Ещё тут запятых я не смотрел. Но предположим, что они есть, и мы поставим грамотность и лукс. Итак, считаем. 9, 14, 24, 31, 40, 46, 56, 62, 70. Ровно семёрка, это хорошо. Ну да, в принципе, как я ожидал, примерно такая же оценка, как я сказал. Не конфетка, не полконфетки, не четверть конфетки, а лишь маленький кусочек конфетки. Допиливать, допиливать и ещё раз допиливать. Будем ждать новой версии мода. Как только выйдет новая кампания, будем продолжать. Хочется не бешеного хардкора и в то же время не бешеной лёгкости. Чтобы был некий баланс, среднячок именно. Чтобы было интересно играть. Больше подробностей, больше пасхалок, больше дополнительных заданий. И как вот, допустим, штурм Стальгорна как-то тупо оказалось. Три замка, никакой крепости, ничего. Это же город, черт возьми. И город в стенах крепости. Как-то примерно так. Это должно именно так и выглядеть. Там должна быть туча, туча гномов, которые готовы наброситься, нанежить просто и разорвать в коуче. Но в то же время у Скорпиуса должна быть большая армия, чтобы это была красивая, эффектная битва. Но такого не произошло. И потом, когда вы увидите прохождение, вы поймёте, что это оказалось слишком легко. Слишком лёгкий штурм. Те же границы, это, блин, подставили двух человек защищать. Вы сидите и защищаете, а мы посидим себя в сторонке. Ладно, границы. Но свой дом они защищают ещё хуже. Серьёзно. Ещё хуже дом свой защищают. В общем, это оказалось тупо. И в тот же момент Скорпиуса так бомбит, что вот пришли в шоуке с эльфами, с остатками эльфов. И он чё-то ещё возмущается. У него такая огромная армия. И эта маленькая армия тащит большую армию. Это мне что-то напоминает. Вот. В общем... Я ещё раз посчитаю, с ним всякие свечи. В общем... С благодаримого мерта за этот мод. Надеюсь, что в следующих версиях будет получше. Будет больше кампаний, будет больше продолжений. А вообще не стоило это делать. Из кампании мод. Можно было просто кампанию заходить. Мод вообще, моё мнение, это для очень глобальных изменений, которые вводят аж новые расы хотя бы какие-нибудь. И действительно глобально так, чтобы вообще они полностью отличались от тех рас, которые существуют. Даже способом добычи золота или ресурсов. Как-то чтобы по-другому это было. Не похоже на других. Даже вот если посмотреть на людей и орков, хоть они одинаково добыют, но вот у людей есть улучшение добычи дерева. То есть, это как-то их отличает. Хотя бы в таком плане отличать должно. Но, к сожалению, кроме того, кроме карты замечательной, Четвёртая война, я никогда ещё не видел, чтобы было... Как вам сказать? Был какой-то баланс. За раз прям было очень интересно играть. Ещё вот по каждой расе кампании. Там 9 рас. Там 9 странных рас. И каждый рас уникально. И отбалансировано. И, чёрт возьми, что там только они сделали. В общем, я отошёл от темы. В общем, 7 и 0. Это итоговая оценка Шэдоу Кинга. А мы... Да я буду скоро обзорить и другие карты, как раз закончил Шэдоу Кингом. Я записал прохождение полное. Скоро будем потихоньку его открывать. В общем, ждите новых обзоров в рамках конкурса. Ну, и всем пока.